Первая болезнь в нашей стране и вообще в Европе вроде бы считается забытой, а о ней не говорят. Почти нет или неизвестны специальные учреждения, в которых люди находятся с этой болезнью, и их там лечат или содержат. Тем не менее, болезнь назвать побежденной нельзя. Более того, нельзя назвать болезнь, отсутствующей в наших странах, в развитых странах Европы, в Америке. И более того, многие из нас, некоторые из нас имеют шанс, небольшой шанс, эту страшную болезнь, которая в Средние века была очень известна и очень страшной, заполучить себе. Это проказы. Сейчас принято действительно считать, где мы видели прокаженных. Хотя еще в Средние века человек, заболевший проказой, формально считался мертвым. То есть человек фактически, даже в некоторых странах европейских, был обряд похорон живого человека. То есть человека объявляли мертвым, отпевали, вешали ему колокольчик знаменитый, и люди ходили, распугивали собой здоровых людей, потому что тогда уже было понятно, что вроде бы проказа передается. Проказа стала первым заболеванием, возбудитель которого был найден. Это случилось еще в 1870-х годах. Как ни странно, первый микробиолог, который открыл источник заболевания, был не из какой-то крупной страны, то есть обычно пионеры-бактериологи, Германия, Франция, Пастер. Нет, как ни странно, первым человеком, который открыл возбудитель болезни человека, был норвежец. Это вот, собственно говоря, микобактерия проказа, очень близко к суберкулезной. А это вот Герхард Хансен, человек, который открыл, норвежец, который открыл заболевание. Именно он показал инфекционность проказа, достоверно показал, показал, что если изолировать людей, то заразы передаваться не будет. Именно он снизил до очень низкого уровня заболеваемость проказа в Норвегии. И вроде бы как раз именно поэтому, потому что стали понимать, что такое проказа, как если изолировать всех больных, а больные с проказой хорошо заметны, ничего не будет, распространение перекратится. И в Европе проказа к 30-40-м годам исчезла практически полностью. Но сейчас появились международные рейсы, и три самые прокаженные страны, в которых существует сотни тысяч случаев заболевания, это... Какие, как вы думаете? А? Номер один. Нет. Номер три — это Непал там рядышком, да? А? Мьянма. А вот это номер три-четыре. Непал, Мьянма. А номер четыре, номер два, как ни странно, Бразилия. Бразилия очень опасная в области проказа государства. И именно поэтому путешествия в Индию, в Бразилию, нужно быть немножко насторожен. Немножко, потому что и в Бразилии, и в Индии с этим заболеванием активно борются, людей контролируют. Существует ли, есть ли прозория. Кстати, ли прозория существует в США, хоть как минимум один. На всякий случай, потому что тоже Бразилия рядышком. И поэтому сейчас шанс подхватить проказы в Индии и в Бразилии невысок. В стране, у меня нет статистики за последние 10 лет, но за 96-й, 2007-й год в России было зарегистрировано 47 новых случаев проказа. Ну, на всякий случай, вдруг кто-нибудь из вас бывает в Индии. Первый симптом — это появление на коже участков с повышенной чувствительностью. Гипер... как они называются, господи? Медик знает, я не знаю. Термин гипералгезия, да? Гипералгезия. То есть любое прикосновение вызывает как минимум неприятность, как максимум сильную боль. Иногда это пятно, эта поверхность бывает либо у него теряется пигментация, либо наоборот появляется пигментация. То есть как родимое пятнышко, как витилиго. То есть вот такие вот вещи. Единственное, что не нужно бояться, сейчас проказу лечат. Более того, с лечением проказа сейчас, в наше время, связана еще одна замечательная история, потому что кто-нибудь знает историю про таледомид? Один человек знает, уже хорошо. Было такое лекарство, созданное в 50-60-е годы, которое по всем первичным показателям должно было успокаивать тревожность у беременных женщин. Тревожность, истерики беременных — хорошо известные случаи, поэтому должно было успокаивать. И каким-то образом клинические испытания были проведены так себе. И через некоторое количество лет, в первые годы применения, выяснилось, что применение таледомида в случае беременными внезапно вызывает тератогенный эффект. То есть рождаются дети-уроды, шестипалые, очень серьезные, с серьезными деформациями формы тела и всего остального. Выяснилось, что причина в следующем. Таледомид, как и многие другие вещества, содержит в себе оптический активный центр атома углерода с четырьмя разными заместителями. Этот центр хиральный, то есть если его отразить в зеркале, получится молекула с теми же самыми связями, но несовместима с отражением. Поэтому такие вещества обычно существуют в двух формах. Так вот, условно лево, я не помню, какая из них, одна из этих форм лечит тревожность, другая вызывает тератогенность. В синтезе промышленном развести невозможно. Более того, через некоторое время одна форма превращается в другую. Но! Естественно, это была одна из самых страшных трагедий в истории фармакологии. Препараты вроде бы запретили, но запомнили. А потом через некоторое количество лет оказалось, что талидомид — прекрасное средство против проказа. А поскольку чаще всего проказой болеют небеременные люди, то ничего страшного не произойдет. Итак, следующее заболевание представляет собой аналог слова эпидемия в Европе вообще в принципе. Потому что, когда в средневековых русских летописях обычно писали об этом заболевании, писали просто мор. Какое это заболевание? Нет, я просто, я представляю, я дам тебе слово, конечно. Не волнуйся, я свою работу делать не буду. А у нас есть презентер, нет? Переключатель слайдов, нет? Чтобы мы как бы, чтобы Аня не бегала, да. Так, действительно, я думаю, что все слышали прекрасную фразу из «Увидимого Шекспира» — чума нового вашего дома. На самом деле чума — страшное заболевание. И именно в 16-17 веках она вызывала крупнейшие пандемии в Европе. Впервые, первая пандемия — это юстинианская чума. Она возникла при правлении византийского оператора Юстиниана I и возникла в 500-х годах нашей эры. И отметилась в истории очень серьезным поражением большого количества людей. Но самые знаменательные эпидемии чумы, они были именно в XVI веке. В XIV веке. И одна из самых таких многочисленных, та, которая сгубила большое количество людей, около 25 миллионов человек, она возникла где-то в перерыве между 1346 годом и 1368 годом. Точнее, там было даже три пандемии, которые шли друг за другом. Соответственно, в это время количество людей в Европе уменьшилось на порядок. В принципе, термин чума... Какие есть еще синонимы? Что вы еще знаете? Как еще чуму можно назвать? Да, совершенно верно. Интересно, что этот термин, он появился уже в поздней русской литературе, и означает он совсем не черный цвет. Можно сказать, что бубоны, одна из форм чумы, это бубонная чума, есть еще легочная чума и некоторые другие формы. Но как раз-таки вот эта бубонная чума, она знаменательна тем, что на коже появляются такие язвы, которые долго не заживают, а потом покрываются черной корочкой. Плюс еще бубонная чума характерна тем, что воспаляются лимфатические узлы, представляя из себя вот такие тугие и очень болезненные наросты на коже. Ну то есть вот они увеличиваются в несколько раз и крайне болезненны. Вот есть как раз один из... Я вернусь потом к этому слайду. Один из таких выдающихся, скажем так, персон в мифологии. Сейчас это святой. Кто знает, как зовут этого человека? Эта статуя находится в Праге. Ни разу не видели? Его еще изображают. На различные... Там много где, да. В графике. Это святой роз. Рох. Рох. Да, святой рох. Посмотрите, куда он указывает. Он указывает на как раз-таки воспаленный бугор. Точнее, вот этот бугор, который сильно выдается над поверхностью кожи. Рядом с ним собака. В общем-то, как появился этот святой, считалось, легенды гласят, что этот человек, он однажды заболел чумой, но каким-то образом вылечился и пошел по Европе лечить других людей по деревням, в селах. И считалось, что он им помогал, их вылечивал. Затем он снова заболевал, он уходил в лес. Ему собака приносила еду. У нее тут, если присмотреться, кусок хлеба во рту. И таким образом он поправлялся. И вот этот персонаж, поэтому, когда он умер, его причислили в лику святых. И с тех пор он существует в европейской мифологии. Также как раз всем известный символ, этот чумной доктор, тоже появился именно в то время в Европе. И что, для чего эта маска была придумана? Ну да, в общем-то, считалось, что это первое средство спасения. Это, в общем-то, аналог тех масок, которые мы используем сейчас. Именно в то время также появились понятия карантина и понятия дезинфекции. То есть было понимание, что чума это инфекционное заболевание, но было непонятно, как же оно переносится. До тех пор, пока в игру, в борьбу с страшным инфекционным заболеванием не вступили эти два прекрасных человека. Один из них — нобелевский лауреат. Нет. А, да, оба из них не получили нобелевские премии, хотя очень хотелось. Оба их номинировали, но не дали. Их номинировали, да, но не получили. Один из них — Сибасабура Китасато — это японский исследователь. Один из, по-моему, самый первый, в принципе, исследователь японский, который получил статус профессора Европейского университета. Именно потому, что его отправили в свое время учиться в Германию под крыло всем известного Роберта Коха, который к тому моменту, а это конец 19 века, сделал свое имя. И, в общем-то, с Сибасабура Китасато он занимался параллельно под предводительством Коха, параллельно с Эмилем фон Берингом, тоже один из его учеников. Но он занимался вопросами изучения столбника. Когда он вернулся на свою родину, в Японию, ему предложили работать под предводительством его бывшего учителя, который его, в общем-то, в Европу и отправил. Но он не захотел, их взгляды, скажем так, не сошлись, и он поссорился с учителем. А в Японии, как и в любой восточной, очень такой традиционной стране, это было сродни предательству. Поэтому его из университета, из Токийского университета, скажем так, исключили. И он основал свой институт инфекционных болезней. И, в общем-то, как раз когда он работал в Токио, его отправили в Гонконг, там, где разыгралась очередная маньчжурская эпидемия легочной чумы. И как раз там он параллельно с Александром Ерсеном занимался изучением вот этого самого микроорганизма, который называется как? Светящийся флоресцентом зеленым. Ерсиния пестис. В общем, его назвали в честь первооткрывателя Александра Ерсена, Ерсиния. И именно Ерсен, там немножко идут споры, кто же открыл этот микроорганизм первым. Считается, что Кита Сатоу все-таки у него получилось выделить именно этот именно этот микроб первым, но он не смог его нормально описать, потому что его культура была загрязнена другими микробами. Вот. А у Александра Ерсена все получилось, и он стал, он вынес таким образом свое имя в историю. Тем не менее, как вы думаете, осталась ли чума сейчас? Вот, в принципе, говорят, что оспу вывели абсолютно окончательно, холеру вывели, а чуму? Чума осталась, совершенно верно, она осталась именно в эндемичных районах, а на 2015 год было зарегистрировано около 3,5 тысяч новых случаев заражения, из которых около 400 закончились летально, к сожалению. Тем не менее, что у нас сейчас существует широкий арсенал средств, чтобы бороться с этим заболеванием, но не всегда удается. А почему нам не удается победить это заболевание? Как вы думаете? Что? Нет. Больных хватает. Больных хватает. Все просто, все завязано вот на этом насекомом, потому что выяснилось, как выяснилось, блохи являются переносчиками вот этой самой ерсинии пестис. И блохи чаще всего живут на ком. Ну, на животных, понятно, на собаках, но еще на ком. на крысах. А крысы есть везде. И, к сожалению, вот от этого природного резервуара заболевания избавиться невозможно. Следующий. Я хочу просто дополнить ушли от темы черной смерти, но не сказали, почему она черная смерть. А, да. Атра Атраморс. Как раз было, это, скажем так, сложности перевода. Такие сложности. Атра в переводе с итальянского знает с латыни. Значит, что? Значит, тьма. То есть, не черный как таковой, а тьма, потому что много. И таким образом вот однажды в литературе возникло понятие черная смерть, и так оно и закрепилось. Но на самом деле это тьма смертей, по сути. Атраморс. Много смертей. Да, при этом термин появился где-то в веке в 16-17, когда народ начал просто уже описывать, зачерпнул древнеримских авторов, залез в свитон, а там атраморс. Ну, и бог с ним. Черное-черное. Окей, переходим к одному, а на самом деле даже не к одному, не к двум, не к трём, там есть ещё даже больше вариантов заболевания. Но тем не менее, действительно, до, наверное, середины 19-го века говорили просто тиф. Потому что симптомы в целом похожи. То есть высокая температура, иногда перемежающаяся, иногда высыпание, и достаточно быстро и коротко тиф сводит человека в маке. в середине 19-го века сначала разделили сыпно от брюшного тифа, потому что в брюшном тифе происходит большое количество желудочно-кишечных симптомов и боли в животе. В сыпном тифе главная вещь это высыпание на теле. А потом, когда уже на рубеже 19-го и 20-го века началась микробиология, оказалось, что тиф это просто совершенно разные заболевания, передающиеся совершенно разными микроорганизмами и совершенно разным путем. Вот вам первый тиф. Сыпной тиф. Я про него скажу гораздо больше, потому что на его примере очень важно показать то, что сейчас молодые ученые сейчас иногда ворчат. Вот нам бы в 19-й век тогда же было столько всего неоткрытого, неоткрытые все бактерии. Люди реально штамповали важнейшее открытие. Кох открывает туберкулез, он же открывает бациллу холеры. Китесато с этим самым открывает чуму. То есть кучу всего открывать можно. все замечательно. Знай получать свои Нобелевские премии. Получается у нас из первых десяти Нобелевских премий по медицине штуки четыре микробиологических, если не больше. Надо просто посчитать. Отчасти больше. Тем не менее мы сейчас живем в эру противовирусных препаратов, антибиотиков, огромного количества, любой на ваш вкус. Поэтому сейчас можно так легко говорить пошли изучать чуму. Или пошли изучать холеру или тиф. Тогда любой контакт человека, прямой контакт с микромом был чреват смертью. И в случае с сыпным тифом, который вызывает бактерия, которая называется рикетия провачика, вот эта бактерия это бактерия из класса рода рикетии. Род рикетии, у них разные бактерии. Рикетия провачика называется в честь двух людей. Томаса Рикетса, который в 919 году изучал тиф, открыл класс рикетии и умер, потому что заразился. Станислав провачик в следующую эпидемию изучал бактерию, выделил конкретный вид, и тоже умер, потому что тоже заразился. То есть микробиология начало XX века это отчасти страшная история, потому что очень много смертей. Тем не менее, если бы эти замечательные люди не погибли бы, возможно, мы бы знали их как двух нобелевских лауреатов по физиологии или медицине, но, к сожалению, мертвым премию не вручают. Тем не менее, Тиф принес в копилку премий, одну премию. Интересная вещь, мы сейчас будем говорить, получается, у нас будет 10 заболеваний, два из них, точнее, три из них связаны с Африкой, и одно из них, два из них были, в двух из них нобелевские премии были получены в Африке. Вот этот замечательный человек Шарль Николь, тоже военный врач, как еще один человек, о котором расскажет Анна чуть попозже, впервые догадался, как передается цепной тиф. Цепной тиф, как выяснилось, передается через вшей, плотяных вшей, то есть вшей, которые обитают на одежде. И как только он это понял, оказалось достаточным при поступлении, это было все дело в Тунисе, в военном госпитале, при поступлении любого больного в приемный покой, там снять с него одежду и перейти в больничную, банальный простой, простая манипуляция спасла сотни тысяч жизней уже вот так сразу же. Потому что просто снимая одежду, убираясь в шею, мы не позволяли распространяться ТИФу по больнице. За это он в 28-м году получил Нобелевскую премию. Брюшной ТИФ вызывается совершенно другим другой бактерией, это сальмонелла. Самая обыкновенная сальмонелла. И передается он совершенно по-другому. Передается он вот как. Это санпросвет наверное 1920-х годов в американский плакат, который показывает каким образом брюшной ТИФ попадает в вашу воду. Брюшной ТИФ распространяется через воду и вот пожалуйста через нужник попадает в колодец и выливая нечистоты в сточную канаву тоже попадает в колодец. И есть еще возвратный ТИФ, который вызывается вообще с перахетами и он в этом смысле близкий родственник к СИФИЛИСу. Этот ТИФ приходит приступами. Один приступ, если пережил, второй приступ, но если не пережил, третий приступ. Это вообще спирохеты очень близкие, очень похожи на обледную спирохету, которая вызывает СИФИЛИС. СИФИЛИС мы, к сожалению, не включили в нашу сегодняшнюю историю, потому что это отдельная тема. Анна Николаевна, ваше слово. Тут много, поэтому на, держи. Кто знает, кто был первым пациентом, первым известным, первым, самым известным пациентом в истории, который болел молитник. Очень давно не был. В 2010 году газеты, интернет, новости научные. Задолго до Македонского. Задолго до Македонского. Этот человек умер где-то 1300, 1300 году до нашей эры и прожил всего ничего. Совсем недолго, около 20 лет, при том, что около 10 лет он успел находиться на правящей должности одной крупной и богатой страны. В принципе, благодаря тому, что его могила прекрасно сохранилась и прекрасно сохранилось его тело, ученые получили в руки такой клад, который можно было изучать и изучать, что они, в общем-то, и сделали. Я думаю, что вы уже догадались, что речь идет о том, компонент. Что было сделано в 2010 году? Ему впервые провели компьютерную томографию и выяснили, что всех тех заболеваний, которые ему причислялись, а это множество генетических патологий, одна из которых синдром морфана, это генетомастия и прочие разные аномалии его вида, которые были, которые предполагались, исходя из изображений, как его изображали, они все были опровергнуты именно потому, что томография показала, что этот человек абсолютно нормальный, только, к сожалению, у него обнаружился незаросший свежий перелом бедренной кости и небольшой такой дефект верхнего неба, расщепленное верхнее небо, так называемая волчья пасть. Но обнаружилось еще кое-что. После того, как ему сделали, провели ДНК секвенирования его генома, обнаружили следы одной бактерии, точнее, не бактерии, а, как выяснилось исторически, одного простейшего. Это простейшее был вот этот малярийный пазмодий. Именно поэтому, точнее, это позволило предположить, что тотанхамон болел малярией, но умер ли он от малярии, все остается вопросом. Малярия это самое богатое по количеству Нобелевских премий заболевание. Почему? Потому что это пока что в истории заболевания, исследование которого вылилось в четыре Нобелевские премии, причем одна из них косвенно по малярии, хотя там на самом деле история немножко другая, обо всех я расскажу. Но сначала начну по Нобелевскому лауреате 1907 года Шарль Лаверан. Мы немножко пойдем так непоследовательно, потому что сначала Лаверан открыл малярийного плазмодия и, собственно, открыл вот это простейшее, а затем Шерон Альдрос открыл полный цикл вот этого простейшего и установил, почему люди заражаются. Шарль Лаверан француз, но прожил он долгое время в Алжии, потому что он там был с отцом, который возглавлял, занимал одну из управляющих должностей в армии. Собственно, Шарль Лаверан был военным врачом и он впервые начал заниматься именно армейскими болезнями, одна из которых была малярия. Ну, то есть очень часто солдаты заболевали этой болезнью. И он, изучая мазки крови, все пытался понять, откуда же это заболевание берется. Это были тоже, это был тоже конец 19 века и гремело, гремели по всему миру открытия того же Роберта Коха и других исследователей об инфекционной природе заболевания. Он предполагал, что малярия тоже каким-то образом возможно передается от человека к человеку. Как оказалось, не так. И маляария, то, что с итальянского в переводе значит плохой воздух, как раз таки, это немножечко неверно, потому что малярия по воздуху передаваться не может. А как же она тогда передается? Ну, для начала Лаверан установил, что те частички, которые он видел в крови под микроскопом у всех больных, у которых он забирал кровь, это не что иное, но оно не было похоже ни на какие известные ранее бактерии. И, соответственно, оно даже не было бактерий. А какие различия между бактериями и простейшими? Какое различие основное есть? Ядро. Совершенно верно. То есть, он видел вот в этих плавающих непонятных тельцах ядра. И это как раз таки его немножко увело от понимания инфекции и привело к тому, что был открыт малярийный плазмодий. Но как же он все-таки попадает в тело организма? Тут уже взялся за работу Рональд Рос, который на самом деле был очень разносторогим человеком, если бы он не пошел в медицину, да, и редкостным таким раздолбаем, потому что он увлекался многими вещами, в основном литература, он писал разные очерки, эссе, очень любил поэзию, он любил рисовать, даже победил в Оксфордском конкурсе рисунка однажды. Но самое интересное, что он родился в Индии, и отец его тоже родился в Индии. То есть, он такой индийского происхождения, хотя неправильно считалось раньше, что он родом из Непала. Тогда Индия, но Индия, она фактически стала колонией Англии, и когда Рональду Россу пришло время обучаться, а в Индии с образованием было не очень, то его отправили к тетушкам и дядюшкам в Англию, в Туманный Альбион, где он получил свое отличное образование. И как раз обучаясь уже в медицинском колледже, он заинтересовался статьей, которую выпустил Шарл Лаверан о том, о плазмодии, а конкретно о плазмодии одного вида, а всего их четыре. Он описал плазмодиум, точнее, плазмодиум фальципарум, один из видов вот этого малярийного плазмодия. И он уехал в Индию изучать это заболевание. Когда он вернулся, у него, в общем-то, сразу родились догадки, что, возможно, это заболевание передается примерно так же, как и слоновая болезнь, то есть посредством комаров. Об этом ему сказал один из врачей в Англии, когда он вернулся в Англию в отпуск. И он снова вернулся в Индию, чтобы этот факт проверить. И он оказался прав. Таким образом, он открыл полный цикл и выяснил, что для созревания малярийного плазмодия, ему, точнее, для переноса малярийного плазмодия обязательно нужны комары, а именно комары рода вида, точнее, анофилис, рода анофилис. То есть, каким образом это происходит? Комар садится на зараженного человека, пьет у него кровь вместе с плазмодием, дальше этот плазмодий попадает в его организм, и он переносит его вместе со своей слюной к другому здоровому человеку, и таким образом происходит заражение. Но был в этой истории еще один, еще одна личность, это Юлиус Вагнер Яурек. кто может быть знает, как проходит малярия? Ну, чем она сопровождается, скажем так? Сильной лихорадкой, высокими температурами. Юлиус Вагнер Яурек работал в свое время над таким заболеванием, которое называлось распространенный паралич, или разлитой паралич, прогрессирующий паралич, да. И форма этого прогрессирующего паралича тогда называли нейросифилис, то есть третичную форму сифилиса, которая поражала головной мозг. Именно из-за этого у человека развивались все те клинические симптомы, то есть это нарушение сенсорной сферы, прекращение чувств, нарушение движений и так далее. Это все описывалось единым симптомокомплексом, который назывался прогрессирующий паралич. И Яурек пытался с ним бороться. Он выяснил, точнее, он увидел, что у тех людей, кто заболевал какой-то инфекционной болезнью с высокой температурой, у него проходил как раз этот паралич. То есть люди вылечивались и лечились они гораздо лучше, нежели те, которые не болели и оставались здоровыми. Сначала он попытался заражать людей специально никобактерия, о которой мы поговорим чуть позже. но фокус не удался и потому что факир был пьян, потому что никобактерия попросту не вызывает то повышение температуры, которое убивает возбудителя. Сифилиса кого? нет. том, что убивает возбудителя сифилиса, это только догадки, потому что достаточно быстро были придуманы антибиотики, и сифилиса лечить пеницелином, а проверять никто не стал, я сейчас уже не стал, потому что мы же люди решили не проверять. Но тем не менее он существует и за него есть Нобелевская премия. Еще одна Нобелевская премия вот эта прекрасная китаянка, которую зовут Ту Ю Ю, она получила премию, кстати, в 2015 году, она получила свою премию за способ, за открытие состава того лекарственного препарата, которым сейчас лечат малярию во всем мире. Этот препарат называется Артемизин, и в общем-то открыла она этот состав, изучая труды китайского мудреца Гэхуна, который жил в третьем веке нашей эры. Вот, и интересно, что китайцы в общем-то немножко посмеиваются, потому что в принципе премию нужно было выдавать самого Гэхуну, потому что по китайским меркам это бессмертный мудрец, поэтому он до сих пор жив и мог бы получить свою Нобелевскую премию. Хотя, если он даоский мудрец, ему должно быть пофиг на все премии, вот еще на всякий случай вам, товарищ. Тутанхамон. Следующее заболевание, интересно, что у нас получается из десяти заболеваний, которых мы говорим, получается только три вирусных. Все остальные либо бактериальные, а у нас получается заболевание на самом деле не десять и двенадцать, тихо в три. То есть получается у нас три вирусных, восемь бактериальных, одно простейшее малярия. И одно вообще не вирусное или вирусное. Ну да, одно еще как бы вообще нет, есть идея на тему того, что там участвуют какие-то гипотезы. Да, гипотезы даже. Гипотезы, да. И первое вирусное заболевание, о котором мы с вами поговорим, это как раз то самое известное заболевание, которого у нас уже нет. Конечно. Это оспа. А большинство из нас, из современных людей, знакомится с оспой по живших во второй половине XX века, знакомится с оспой по рассказу по роману Александра Дюма «Три мушкетера». Вы помните в самом начале, когда к Детревюлю приходят после первой разборки с оговорением кардинала мушкетеры. И в кино та же самая история была, когда он задерживал Атос так оспой, он наверняка убит. Он говорит, нет, он болен, потому что у него болезнь, которая может изуродовать его лицо, это оспа. Хотя на самом деле Атос был ранен, естественно. Действительно, а оспа до фактически XIX века, до начала XIX века очень часто вызывала опустошительные эпидемии, очень часто вызывала достаточно большие, много людей болело, и большая часть людей заболевших оспой погибала. Те, кто выживали, оставались покрыты вот такими оспинами, видимо, скоро слово оспа исчезнет из русского языка, а слово оспина останется оспинами. и смертность была, я не помню, процентов 60, как говорилось. И, как ни странно, оспа стала первым заболеванием, которое смогли профилактировать, первым заболеванием, которое смогли прививать. Тогда первые прививки были сделаны еще в начале XVIII века, когда людям стало понятно, что оспу можно те люди, которые живут в деревне, которые работают с крупным рогатым скотом, то есть это слово фермер в XVIII века не очень применим, доярки, работники скотного двора, вот они болеют оспой реже. Более того, иногда они вроде бы заболевают чем-то похожим на оспу, например, переносить его легко, а потом в случае эпидемии оспы уже человеческой, они не восприимчивы к ней. Стало понятно, что, видимо, коровы болеют тоже чем-то похожим на оспу, и от них можно заразиться более легкой формой, а потом пережив это заболевание, можно уже остаться иммунным к болезни. И Эдвард Дженнер в современе, это уже была вторая половина XIX века, после 1760-х годов, решил лечить, точнее, не лечить, а профилактировать людей, вводя им частички оспин уже переболевших людей, тех людей, которые выжили в оспе. Сейчас мы знаем, что люди, которые в оспе выжили, у них образуются антитела к заболеванию, и введя эти антитела, мы обучаем иммунную систему находить этот вирус и убивать его. Процедура называлась инокуляцией. То есть человеку делался надрез и втиралась в кусочек оспины. Что же получилось? Как ни странно, Дженнер достаточно быстро получил популярность в Англии и быстро о нем узнала Екатерина II. Собственно, Екатерина II к чести нашего государства была первым человеком, который ввел профилактику заболеваний на государственном уровне. В том смысле, что Екатерина II пригласила Дженнера к себе и впервые в истории монарх сделал прививку оспы себе и своим внукам. Павла она прививательной стала. Павла она терпеть не могла. Поэтому прививку получила Екатерина II и все Александр I, Николай I, Константин Павлович и так далее. Интересная вещь. Екатерина II, судя по описанию, была очень умной женщиной и прекрасно понимала, что если что-то пойдет не так, эксперимент окончится неудачей или, не дай бог, болезнью или смертью императрицы, что сделала с Дженнером, она прекрасно понимала. Поэтому изначально было принято решение, что во время проведения процедуры, то есть, во-первых, там почти никого не было, во-вторых, это было в Летнем дворце, Петергофе, на заднем дворе стояла упряжка четверка лошадей. в упряжке уже лежал паспорт подорожный Дженнеру на выезд из России, лежал гонорар и указание пропускать без... То есть, она прекрасно понимала, что в случае чего дала возможность врачу свалить. Но все прошло благоприятно, после чего постепенно стали, начали делать, развивать отметы, в итоге появилась вакцина от ОСПы. Более того, на самом деле вакцина происходит от как раз производства первых вакцин, потому что забрали коровью ОСПу, коровью, коровью вирус и вводили его человеку. Вакка по латыни корова, вакцина коровья. Так что ОСПа стала первым заболеванием, которого уже нет вообще ни одного случая с 70-х годов. По-моему, в 74-м году был последний случай заболевания ОСПы. И вот я вижу, здесь есть люди заметно младше меня, лет на 15. Вот у нас с вами есть принципиальное различие. Вы можете как угодно выглядеть, но нас от вас отличить очень просто. У меня есть след прививки от ОСПа, а у вас нет. Вот это сейчас, в принципе, насколько я знаю, вирус ОСПы сохранился, он есть. его хранят в двух лабораториях, одно американское, другое у нас в Новосибирске в этом самом векторе. Так что ОСПа тоже единственное заболевание, которое нас к счастью покинуло. Ваше слово, товарищ Борис. Дифтерия тоже была одним из тех заболеваний, которое очень сильно скашивало людей, причем оно заражало, точнее, заражались в основном именно молодые люди, дети. Дифтерия, почему дифтерия была так опасна? Потому что она вызывала удушье. И удушье не только за счет вот этих пленочек, которые вы можете увидеть на слизистой оболочке водки, гортани. Эти серые пленочки, они имели свойство отслаиваться, перекрывать собой дыхательные пути и прекращать доступ кислорода к легким. Соответственно, из-за чего человек задыхался. Но это необычайно токсичное заболевание, я об этом скажу чуть позже. И вот эта токсичность, она выражалась в большом отеке. И как раз даже можно поделить, точнее, есть классификация, согласно которой дифтерию делят по стадиям и по степени отека шеи. И как раз этот отек тоже влиял на верхние дыхательные пути и не позволял воздуху проходить дальше. С этим заболеванием связаны и первые лечебные трахеотомии. Если до, примерно до конца 19 века в истории насчитывалось всего около 300 трахеотомий, проведенных по разным причинам совершенно, иногда даже случайно, то после этого заболевания одним из способов сохранить вот этот транспорт воздуха был прорезь, которую совершали в области трахеи, и таким образом туда вставляли трубочку, и человек мог выживать и, в принципе, переживать болезнь, то есть поправляться. С этим заболеванием также как раз вот это кто, может быть, знает автора этого полотна? Заболевание это было зарегистрировано в Испании, почему-то именно в Испании оно распространялось особенно сурово, поражало особенно много детей, и даже получило такое название от удавочка, от испанского слова горота, горотилья. Горота это такая удавка, то есть это такой кусок, грубо говоря, веревки, который крепился на палочку, и это был очень распространенный способ казни людей, которые провинились, им надевали на шею веревку, и постепенно скручивали до того момента, пока человек не задыхался. Именно поэтому как раз заболевание, мы назвали это заболевание горотилья. Так, чего же это полотно? Испанский художник. Это полотно Франциско Бори. Франциско Бори. И единственным способом лечения, именно симптоматическим, потому что никаких способов больше не существовало, было выскребывать эти корочки, эти наросты, которые возникали на слизистые. и даже был придуман специальный инструмент, который заводился в работу ребенку и позволял эти взрослые высказывать. Собственно, с этим заболеванием наиболее активно связано имя вы. Знаете ли вы этого человека? Конечно, вы знаете этого человека. Это первый нобелевский лавиат в истории, нобелевский лавиат 1901 года, Эмиль фон Беринг. Именно Беринг, он работал над многими заболеваниями, работал с многими воспитителями, но именно за дифтерией ему дали нобелевскую премию. Работал он под кролом Роберта Копа и уложил свою руку и к малирии, и к исследованию вешенства, и к многим крупным болезням. В принципе, в последствии, в конце 19-го века был открыт возбудитель, который представлял собой такую палочку, которая называлась коренью бактерием дифтерии. То есть коренью бактерием имеет очень характерное строение. Вот посмотрите внимательно здесь вот такая палочка, на конце которой находится такой нарост в виде ракет. Это гидрабирологи и называют характерную форму демистом ракет. Если применить специальное окрашивание, то эти палочки они окрасятся в синий цвет, а вот эти собственно выросты, окрасятся в поличневые. Это не что иное как спор, в которую может при неприятных условиях упаковываться палочка, и что позволяет ей выживать достаточно большое время. Но с помощью пеллинга, точнее именно пеллинга, что он сделал? Он открыл то, что не сама дифтерия вызывает заболевание, а именно тот токсин, который собственно сама палочка она не такая ужеустойчивая, но токсин, который она вырабатывает, он необычайно токсичен. И как раз он вызывает вот эти все симптомы. И против токсина, с токсином можно бороться. против него должен существовать анотоксин, который как раз Беринг и произвел. Первые партии анотоксина появились в 1890-х 1890-х какие-то, к сожалению, не помню точно, да. И это спасение, а по сути дела это и было спасение, оно распространилось лучше по всему миру. Как раз насчет дифтерии. Дифтерии связана прекрасная история, кто-нибудь может быть смотрел, балка. История о собаке, которая была состояла в стае, о лайке, и как раз эти собаки доставляли в особо отдаленные участки Аляски вот этот токсин, точнее анотоксин, который позволял вылечить бактерию. Собственно, позволял вылечить из него заболевание. Сейчас дифтерии по сути нет. Вот так вот если посмотреть на историю, то сейчас этого заболевания нет, но, к сожалению, при отсутствии вакцинации оно может вновь появиться и первые случаи уже зарегистрированы в Европе. Кто знает, кто-то, может быть, слышал, какая эпидемия чего была в Европе буквально последние несколько лет. эпидемия чего? Никакого заболевания, которое считалось побежденным практически, оставалось его совсем немного, а эпидемии не было зарегистрировано с конца 60-х годов. Эпидемия кори. Почему кори? Потому что вакцина, которую создали впоследствии и от дифтерии, и от кори, она вошла, она составила единую вакцину, вакцину, которая называется АКДС, прививка, которую дети делают в первые дни рождения. И потому что люди сейчас перестают прививаться, из-за этого и возникают вот эти опасные эпидемии. Из-за того, что врачи очень редко сталкиваются с этим заболеванием, они утрачивают те инструменты именно последовательности лечения, которые могли бы очень быстро избавить людей от этого заболевания. И этим оно и страшно. Если оно вернется, то оно вызовет гораздо больше смертей, нежели бы было, например, при нормальной адекватной вакцинации или тогда, когда с этим заболеванием боролись весьма успешно. Это в Польске первый звоночек был в 90-х годах, когда развалился Советский Союз. Во всех республиках, включая Россию, забили на вакцинацию вообще буквально в 1993-1994 год на территории бывшего СССР вспыхнула мини-эпидемия дифтерии по тысяче случаев на каждое государство, но смертность была очень высокая. Самая высокая смертность была в Прибалтике. 2-3 процента была смертность. Такая серьезная. Следующая болезнь уже увидели. С гриппом у нас вроде бы все просто, с другой стороны его принято недооценивать и с ним как-то спорить, потому что в принципе грипп это действительно вирусное заболевание, стандартный вирус, который наверное одно из самых распространенных вирусных заболеваний. Кстати, часто принято путать грипп и ОРВИ. Путать грипп, ОРВИ, ОРЗ. Три замечательных диагноза. Нужно просто понять, ОРЗ это самая широкая группа. Это просто острые респираторные заболевания, которые протыкают в острой фазе, температуры с воспалением, соплями и всем остальным и поражают дыхательную систему. Они могут вызвать чем угодно. Есть даже паразитарные ОРЗ, которые вызваны какими-то паразитами. Такое тоже есть. Редко-редко. Более узкая штука ОРВИ, острая респираторная вирусная инфекция. ОРЗ, которая вызывается вирусами. ОРВИ вызывает примерно 150 вирусами. Большое количество. И самое распространенное, и самое опасное. ОРВИ это грипп. Это один из разных ОРВИ. Дальше. Гриппом болеют ежегодно. Эпидемия гриппа случается постоянно. Это один и тот же вирус, но постоянно мутирующий. Поэтому существует большое количество штаммов, и поэтому каждую весну собираются ученые-мужи из Всемирной Организации Здравоохранения и специальной комиссии по гриппу, и весной, исходя из каких-то эпидемиологических показателей, трендов, всего остального, из тех случаев гриппа, которые случаются весной, люди пытаются предугадать, какие три штамма будут в следующем году. Исходя из этого решения, делаются вакцины. Сейчас вакцину от гриппа делают трехвалентную, то есть эта вакцина защищает от трех штаммов вируса гриппа. И тут все зависит от того, попадут люди или не попадут люди. Чаще всего попадают, по крайней мере два из трех попадают. Принято считать, что прививка от гриппа вещь абсолютно неэффективна, потому что сколько я слышу каждую осень из случаев «А вот я привился и мне не помогло», «А вот я привился и заболел» и так далее и тому подобное. Вариантов может быть много. Во-первых, кроме трех штаммов все равно приходит, каждый год приходит штаммов гораздо больше. То есть некоторые редкие штаммы тоже гуляют. второе. Вакцина от гриппа не гарантирует того, что вы не заболеете. Она снижает вероятность этого раз, но она делается не для того, чтобы вы не заболели на самом деле. А вакцина от гриппа делается для того, чтобы если вы заболеете, заболевание прошло легче, потому что люди умирают, каждый год умирают около миллиона человек не от гриппа. Люди умирают от его осложнений, в первую очередь сердечно-сосудистых осложнений и воспаления легких. И поэтому тоже нужно понять, когда если у вас сильный грипп и пришел врач и назначил вам антибиотики, а вы человек умный, образованный и знаете, что антибиотики не лечат вирусы, не нужно называть врача идиотом. А в данном случае врач делает все, чтобы у вас не развелось воспаление легких, потому что воспаление легких уже вызывается бактериями на фоне гриппа. От этого чаще всего умирает. Так вот, вакцина показана трём категориям людей в первую очередь. Настоятельно рекомендовано это беременные, это дети, это пожилые. Вот этим людям прививаться очень-очень показано. Остальным пожеланием. Вот. И нужно понимать, что иногда случаются эпидемии, когда случается новый мутантный штамп, которого не предугадали, не предугадали, который максимально вирулентен. Что такое вирулентность? Вирулентность способность заражать. И максимально патоген, то есть заболевание проходит максимально тяжело. Вот такая история случилась в 1918-1919 годах, когда появилась эпидемия испанки. Эпидемия испанки унесла больше людей, чем вся Вторая мировая война. 50 миллионов человек. Огромное количество людей, известных, потеряло в эту болезнь близких, или просто мы потеряли Веру Холодную, например, актрису. У Петра Леонидовича Капица, нашего Нобелевского ряда, в одну зиму умер отец, сын, жена и новорожденная дочь. Причем это были случаи не в одной семье, а это просто четыре раза приходила испанка. Потому что так не бывает, чтобы человек заболел, допустим, умер или выздоровел, а потом через некоторое время, через длительный инкубационный период заболел. Инкубационный период вируса гриппа не больше 24 часов. 6, 12, 20 часов. Поэтому в этом смысле нам повезло. Нет скрытого периода длинного. Поэтому вирус гриппа, грипп по-прежнему опасен, грипп по-прежнему владеет нами. К счастью, мы успеваем пока что отвечать. К счастью, сейчас ведутся важные две самые главные работы. Уметь делать более поливалентную вакцину, сейчас уже делают тетравалентную, собираются делать на 4 штамма сразу же, и уметь делать вакцины быстро. То есть, если мы сможем получать нужное количество доз вакцины по миру очень быстро, тогда нам не нужно будет гадать, сразу просто производить их. Вот, это про грипп. Следующее. Если у гриппа период такой вот инкубационный всего 24 часа, то у этого вот это что? Палочка. Палочка коха, да, или микобактерия туберкулезис, то у микобактерии этот период он может растягиваться на недели до 21 дня инкубационный период. У некоторых в принципе он не проявляется, не проявляется ничем это заболевание и проходит в такой латентной форме, тем не менее человек способен в это время заражать других людей, что не очень хорошо, скажем так. Туберкулез многократно появлялся в истории, в нашей истории, в истории мира. Самое интересное, что вероятнее всего он сопровождал нас на всем протяжении нашего развития, нашего, в смысле, как вида. Homo sapiens. Первая, первый туберкулез, первая микобактерия, она была найдена даже в останках бизона, который жил 14 тысяч лет назад. То есть еще тогда эта микобактерия существовала и по сути вероятно чувствовала себя очень хорошо. Так, пока не будет. Хотя с туберкулезом с туберкулезом связаны плотную связаны три Нобелевские премии. Основных Нобелевских премий, одна из которых Роберту Коху далась Роберту Коху за то, что он собственно открыл возбудители этого заболевания, другая за способ лечения, один из методов лечения одного из видов туберкулеза и третья в общем-то за открытие лекарства против туберкулеза, которое спасло жизни тысяч и десятки тысяч людей. Итак, Роберт Кох. Кто он был таким? В общем-то, если бы ему жена в 28 лет на день рождения не подарила микроскоп, так бы о нем мир и не узнал о эту микобактерию. Зато он был бы счастлив в браке, потому что точнее с микроскопом закончилась и вся личная жизнь, и в общем-то вся медицинская практика Роберта Коха как такового. Он начинал работать именно как мед, как врач под предводительством Гдольфа Вирхова, в то время очень знаменитого человека, знаменитого патолога, который собственно создал патолого анатомическую науку. И он как раз считал, что не стоит обращать внимание на все эти микробиологические изыски, которые начали в конце 19 века получаться, именно потому, что инфекции не существуют, а существует патология внутренних органов или патология клеток, и отсюда уже все заболевания развиваются, и нет никаких инфекций. Роберт Кох был с ним не согласен, но в то время, когда он только начинал практиковать, у него не было таких серьезных доводов, чтобы воспротивиться Вирхову, и он предпочел немножечко отложить свою микробиологическую практику до лучших времен. Затем он женился на девушке, и они немножко попутешествовали по небольшим городам до того момента, пока Кох не получил определенную медицинскую степень, точнее, медицинское место в одном маленьком городке Германии. Там в один прекрасный момент, собственно, немножко не доходя до того, пока жена ему подарила микроскоп, разыгралась эпидемия сибирской язвы среди скота. И как только Кох получил в руки инструмент, с помощью которого он мог все изучать, он тут же принялся за ее изучение и обнаружил, что возбудитель сибирской язвы это бактерия. Более того, он провел несколько экспериментов, ему удалось выделить чистую культуру этого возбудителя сибирской язвы и удалось заразить этой культурой других животных. То есть тех животных, которые были здоровы, он им ввел содержимое из животных, которые заболели и умерли, и эти животные тоже заболели. Таким образом, он подтвердил вот эту инфекционную природу и способность передачи от возбудителя от одного к другому. Тогда, после этого, он уже взялся за туберкулез непосредственно и изучал многочисленные источники, точнее, материал многочисленный, который был получен от трупов. Он потратил полтора года на то, чтобы попытаться вырастить этот микроорганизм. Он все никак не давался ему в руки, не шел, не хотел вырастать. То есть, понятно, что он находил этот микроорганизм, эту палочку странную во всех трупах, которые умерли от этого заболевания, он находил ее везде. Но, чтобы подтвердить, что это точно инфекционное заболевание, надо вырастить чистую культуру и заразить им подопытных животных. На это он потратил полтора года, и он не мог, что ему давалось очень сложно, вырастить чистую культуру, потому что палочка Коха ей для инкубационного периода нужен практически месяц, ну, три недели или четыре недели. Причем в условиях очень капризных, в условиях очень неоднозначных. Ей нужно 37 градусов, ей нужна определенная питательная среда с добавлением определенных веществ, определенных растворов. Но в итоге ему удалось это сделать. Он заразил морских свинок и на одном из собраний немецкого научного общества представил свой доклад по туберкулезу. Когда он закончил, он посмотрел на Рудольфа Вирхова и, в общем-то, все посмотрели на него как непререкаемый авторитет. Рудольф Вирхов посидел пару мгновений и покинул зал. После чего Кохо начали рукоплескать и после этого о нем распространилось очень много информации и прошло практически по всем мировым СМИ, которые тогда были, что вот он, вот этот человек, он открыл наконец-таки возбудителя того заболевания, которое косило тысячи и тысячи людей. Второй из но у Коха на Кохе мы не закончим. Я сначала расскажу немножечко об этих людях, потом о Кохе продолжу, потому что после того, хотя нет, наверное, сразу, после того, как Кох открыл возбудителя, ему нужно было открыть и лекарства, которое бы могло бороться с этим возбудителем. Он выделил такое вещество, которое назвал туберкулин. И не проведя, он очень торопился, чтобы это не сделал никто поперед него, чтобы он так и остался тем человеком, который пройдет весь путь от обнаружения до лечения. Но он не провел достаточных клинических испытаний с туберкулином, и когда он объявил в 1904 году на весь мир о том, что лечение найдено, оно оказалось не лечением, оно вело за собой очень много различных аллергических реакций, люди, к сожалению, гибли. Но в дальнейшем он с помощью Эмиляру, с помощью других ученых, он смог сделать вакцину, которая снизила заболеваемость туберкулезом. Теперь немножко о первом и единственном на данный момент датском Нобелевском лауреате Нильсе Финзене. Датский не единственный, фарерский. Датский, но фарерский острова. Фарерский единственный, а датский не единственный. Ну, фарерский единственный. Он, к сожалению, не прожил очень долго. Он умер в возрасте 44 лет и премию свою получил уже при смерти. Но интересно, он занимался изучением так называемой волчанки. Волчанка в тот момент считалась не той волчанкой, которая очень хорошо рассматривается в сериале Доктора Хауса, аутоиммунное заболевание. Волчанкой в тот момент была кожная форма туберкулеза. Именно потому, что лицо этих людей было похоже на погрызанное волками. Отсюда и название. И Финзен установил, что против этой формы туберкулеза, с этой формой туберкулеза, так же, как и со спой, хорошо справляется светолечение. Он даже придумал лампу. Вот лампа Финзена, которая концентрировала ультрафиолетовые лучи на вот этих язвочках и помогала их лечить. Так он пролечил около 800 человек и, в общем-то, достаточно успешно, за что и решил Нобелевский комитет присудить ему Нобелевскую премию. И последняя Нобелевская премия, пока что, за открытие туберкулеза, она была присуждена Зельману Ваксману за то, что он открыл лекарство. То лекарство, в общем-то, модификации которого и сейчас используется в схемах лечения, он открыл стрептомицин. Первый небактериальный антибиотик. Ну и, наконец, с туберкулезом связаны и некоторые произведения искусства. Вот, например, обратите внимание на фигуру Венеры из полотна кого? Боттичелли. Совершенно верно. Обратите внимание на ее плечи. Они слишком покатые, очень покатые. Таких плечей нет у здоровых женщин. И считается, что это как раз представление костной формы туберкулеза. Если еще посмотреть на то, что Венера, это прообраз, точнее, прообразом Венеры явилась прекрасная флорентийская красавица Симонетто Веспуччи, которая умерла в 23 года, то, в общем-то, все сходится и, скорее всего, эта костная форма туберкулеза была приобретена ей как раз-таки в то время. Точнее, это посмертный портрет. И она умерла, только потом уже нарисовали многочисленные произведения с ее участием. Так, последнее мое заболевание, в смысле, не мое, надеюсь, а то, о котором я рассказываю. Так случается, мне больше в последних двух случаях мне больше нужно развенчивать мифы и говорить банальности, но о которых, к сожалению, в нашем обществе не житы. Во-первых, ВИЧ существует, и он вызывает СПИД. То есть, вирус иммунодефицита существует, он есть, и он, это, вирус, это самое изученное живое существо, если можно, конечно, перечислять вирус к живым существам на планете. Мы знаем его поатомно. То есть, реально, до положения каждого атома он нам известен. И, в принципе, мы знаем, как болезнь пришла в Европу, мы знаем, что она вышла из Африки, мы знаем, что ВИЧ, это мутировавший вирус иммунодефицита обезьяны. Мы даже предполагаем, кто был первым нулевым пациентом в Америке. В Европе мы не знаем, но, по крайней мере, эпидемиологически. Эпидемия ВИЧ началась из США, а принес ее, скорее всего, некий бортпроводник Гаэтан-Дуо. Это одна из теорий. То есть, кто-то ее пытается опровергнуть, кто-то ее пытается подтвердить. Но вот в 60-е годы, точнее, в 80-е годы перенес ВИЧ из Европы в США и потом по гей-клубам разнес этот вот товарищ, скорее всего. Ну, или, по крайней мере, он был одним из. Потому что, естественно, когда человек умер, не было никакого ВИЧа, не было никакого ВИЧа, но сейчас в тканях этого пациента человек умер от саркома Капоши, одна из разновидностей раковых заболеваний, которые случаются практически только тогда, только у больных и вирусом ВИЧ, потому что саркома Капоши развивается исключительно. Один из видов кожаной формы рака, который развивается только в случае ушедшего в ноль иммунитета. И сейчас проба тканей, которые остались после этого пациента, пока показали наличие в нем ВИЧ. Более того, за ВИЧ сейчас даже вручена Нобелевская премия, я, к сожалению, оставил здесь надпись туберкулез, но, конечно, это про речь в ВИЧ. Люк Монтанье и француза Борис Синуси в 2008 году получили Нобелевскую премию за открытие вируса иммунодефицита. Они получили на двоих половинку премии, вторую половинку получил Харальд Цурхаузен, который показал, что вирус папиллома человека вызывает рак шейки матки. Такая была вирусная Нобелевская премия, я ее хорошо помню. Так вот, что мы знаем о ВИЧ? Первое, что мы знаем, что в принципе человечество давным-давно могло бы от него избавиться, если бы все человечество без исключений умело пользоваться двумя вещами мозгом и презервативом. Но если со вторым еще куда не шло, то с мозгом все плохо. У нас до сих пор существуют ВИЧ-отрицатели, более того, настолько вот этот вот страх перед непонятным, неизвестным заболеванием сидит у нас глубоко и он настолько мифологичен, что никакое рациональное мышление не спасает. Один из известнейших отрицателей ВИЧ это Керри Муллис, Нобелевский лауреат, правда, нифига не вирусолог, он открыл полимерацию на топную реакцию. Но тем не менее, он вполне себе говорит, что это все заговор фармкомпании и врачей. Хотя ВИЧ, конечно же, существует. И ни один из ВИЧ-дениалистов, еще немного, или их называют ВИЧ-отрицатель, или ВИЧ-диссиденты, не решился почему-то провести эксперимент, взять 200 мл крови больного ВИЧ и влечиваясь себе. Почему-то не решаются они этого делать. А бывает еще хуже, когда ВИЧ-отрицателем становится президент страны, как это было в ЮАР. В ЮАР президент страны, тоже в начале 2000-х годов, в Табомбеке, ну там, все же, белые люди, плохие люди, которые на нас ставили эксперименты, которые нас не считали человек, теперь мы давайте. И он сказал, что ВИЧ это выдумка белых людей, и он запретил раздачу антиретровирусных препаратов, и поэтому в итоге на совесть этого человека и его протеже министра здравоохранения, который был таким же ВИЧ-отрицателем, около 300 тысяч больных ВИЧ. Что мы сейчас знаем? Почему, если мы так хорошо знаем вирус, мы не можем от него избавиться? Потому что он очень хорошо маскируется. Вирус ВИЧ, к сожалению, живет в тех самых клетках иммунной системы, которые вроде бы должны быть его самым. Он перекрепляется к рецепторам CD4 и CD8 и встраивается в геном, и в случае чего может жить в клетках бесконечно долго. Это плохая новость. Мы пока не умеем вычищать вирус из организма. Есть две хорошие новости. Хорошая новость номер один. Даже если бы не было никаких средств против ВИЧ, он бы не смог убить человечество, потому что 1% населения мира не восприимчиваем к этому вирусу вообще. Потому что у них отсутствуют эти самые рецепторы, которые он прикрепляется. вторая хорошая новость. Сейчас ВИЧ уже перестал быть смертельным заболеванием и неизлечимым. Точнее, нет, он остался неизлечимым, но перестал быть смертельным, потому что с 2000-х годов существует такая штука, которая называется высокоактивная антиретровирусная терапия. Сначала появился препарат, он сначала назывался вообще АЗТ, потом его расшифровали, называли АЗИДОТИМИДИН. Сейчас он имеет торговую марку ЗИДОВУДИН. Это номер один в линейке антиретровирусных препаратов, который давит вирус на этапе его, если я не ошибаюсь, входа в клетку. Боюсь ошибиться, там есть три механизма подавления активности вируса. И вот если этот препарат нужно применить в ударных дозах, когда вы понимаете, что у вас есть, был сейчас риск заражения ВИЧ. Например, если человек провел ночь с девушкой, она ему утром говорит, ты знаешь, а я больна ВИЧ. Такое бывает, реально, некоторые люди умышленно пытаются заразить других. И в этом случае человек просто обязан пойти в центр СПИД в нашей стране, получить сразу же там же инъекцию АЗИДОТИМИДИНа. То же самое происходит с врачами, когда они проводят операцию и например, если у больного ВИЧ еще и туберкулез, это сладкая парочка, они путешествуют всегда вместе. Большая часть людей имеет то и другое. У человека кровохарканье, у человека кашлял, кровь попала в глаз. То же самое, лошадиная доза АЗТ и почти есть там 16 часов, которые в это окошечко нужно принять препараты и все будет хорошо. Если же человек заболел, то человек назначает высокоактивную антиретровирусную терапию, комбинацию из двух-трех препаратов, которые подавляют активность вируса на всех этапах его жизнедеятельности. Вход в клетку прикрепления к рецептору, репликацию и выход из клетки. На всем этом этапе они его давят и человек получающий такую терапию регулярно, важное, важное, ключевой момент регулярно. Я сейчас немножко отстал от жизни, но по-моему пару лет назад было два раза в день строго по часам на всякий случай, чтобы вирус не успел мутировать и тогда с этим можно прожить 40, 50, 60 лет. Человек в среднем должен, пока что по оценкам они очень долго существуют, в среднем человек должен прожить на 4-5 лет меньше, если бы он прожил вообще абсолютно полностью здорово. Так что вирус победим. Более того, сейчас появились некоторые варианты полного введения его из организма при помощи методов геноинженерии, генотерапии, иммунотерапии. Четыре или пять разных вариантов есть борьбы. Сейчас вы слышали, был шум с китайским ученым, который вроде бы отредактировал геномы двух близнецов, и одно из них получилось сделать так, чтобы она была неустойчива к ВИЧ. Другое дело, что кроме заявления этого самого ученого на Ютубе, ничего неизвестно. Никто этих детей не видел, а китайская академия наук открестилась от него, врачи открестились, да и сам доктор уже исчез куда-то. Что это было, никто не знает. Но тем не менее, по крайней мере, есть вариант. Я думаю, что если все будет хорошо, в течение 10 лет мы научимся уже вытаскивать вирус из организма и наконец-то просто закончим эту историю, как со спой. Не, финальная наша история. Не вирусная, не бактериальная, не инфекционная. Непонятно вообще, такое, да, существует множество теорий о появлении этого заболевания, но пока что ни одна. Нет, нет. Прионы не так опасны. Не так опасны и... Не так распространены. Опасно, конечно. Не так распространены сильно, как вот это заболевание. Первые упоминания о нем появились в начале 20 века. Конечно, мы сейчас не можем сказать, было ли это заболевание раньше. Скорее всего, оно было, но просто не диагностировалось. Но появилось оно благодаря деятельности одного ученого, собственно, в честь которого и назвали это заболевание, Лаис Альцгеймер. Даже есть такой анекдот, что внучек... Я снова забыла имя того немца, который сводит меня с ума, Альцгеймер, бабушка. В общем-то, действительно, это заболевание, оно характерно для пожилых людей. И сейчас, когда мы стали переживать свои сердечно-сосудистые заболевания, условно, свои опухолевые заболевания, то мы стали доживать до нейродегенеративных заболеваний. И это, собственно, одна из таких патологий. Первая пациентка, у которой было зарегистрировано это заболевание, собственно, вот она, зовут ее Августа Детер, и в возрасте 51 года у нее совершенно нарушились когнитивные функции. Она... Они нарушались постепенно, но это произошло очень быстро. Она поначалу стала забывать какие-то бытовые вещи, затем она стала забывать дорогу, условно, там, от дома куда-то и обратно. Затем она стала немножко не понимать, какой сейчас год, какой месяц, не могла назвать, какой нынче день. Она неправильно называла слова, у нее совершенно нарушилась способность воспринимать информацию. И вот эти все когнитивные, ухудшения когнитивных функций у нее появились, и двигательные нарушения, и это все привело к тому, что в 1895 году ее впервые, она сама немка по происхождению, ее впервые госпитализировали в клинику. Собственно, лечили ее безуспешно, потому что ни один из методов в то время существовавших не помогал, врачи не могли понять, что с ней происходит, скорее всего, что-то с мозгом, но достоверно выяснить не получается. И когда в 1905 году в городскую больницу при Франкфурте на Майне, во Франкфурте, точнее, на Майне, пришел Алейс Альцгеймер, уже главным врачом этой клиники он стал, естественно, она там как раз лечилась, иногда госпитализировали, потом ее выписывали, потом опять госпитализировали, потому что родственники обращались с тем, что ей становилось все хуже и хуже. Естественно, он с ней познакомился, он начал ее изучать, он ее вел, он проводил с ней многочисленные когнитивные тесты, например, сохранились даже записи, где он спрашивает ее, какой сегодня день, сколько пальцев на руке, какие-то еще такие вопросы ей достаточно простые задает, и она на них отвечает неправильно. То есть на какие-то вопросы правильно, на какие-то неправильно. Из чего он, собственно, исходя из случая этой пациентки, он сделал самое полное и подробное описание этого заболевания, плюс еще к тому, она все-таки в 1906 году умерла, и после вскрытия обнаружилось, что ее мозг, вот это мозг здорового человека, условно, это мозг больного болезнью Альцгеймера. Ее мозг стал напоминать вот такое решето, не потому, что в нем появились какие-то непонятные, не существовавшие ранее отверстия, потому что очень расширились борозды, собственно, расширилось супрахноидальное пространство, уменьшились извилины, расширились и стали очень такими широкими, наполненными ликваром желудочки. Это все говорит о чем? О потере мозговой ткани, то есть о потере нейронов, о гибели нейронов. И когда из этого мозга сделали гистологический препарат, то выяснили, что и в клетках, и вне клеток, вне нейронов есть какие-то непонятные глыбки чего-то, то есть какие-то сгустки непонятного вещества. Стали изучать дальше и поняли, что это неправильно свернувшиеся белки, патологические свернувшиеся белки. Если они сворачиваются, а у белков несколько форм, вторичные, третичные, четвертичные, если они сворачиваются правильно, то они участвуют в нашей жизнедеятельности, в естественном жизнеобеспечении клеток. Если же они по каким-то причинам, вот сейчас не удается выяснить эту причину, начинают сворачиваться неправильно, то они не вступают в цикл жизнедеятельности, они не могут утилизироваться из клеток. И они накапливаются там в виде мусора, и в конечном итоге это все приводит к постепенной гибели. Поэтому это заболевание развивается очень постепенно и временно. Кроме тех заболеваний, которые вот такие молниеносные, можно сказать, семейные формы, которые развиваются быстрее и наступают в более молодом возрасте, где-то около 50 лет. В дальнейшем были выявлены именно генетические особенности, то, что вот эти как раз семейные формы, именно мутации в гене АПОЕ4 и в некоторых других генах, но нужно понимать, что эти семейные случаи составляют очень небольшой процент, около 1% от всех случаев. Все остальное непонятно, с чем связано, и непонятно, почему появляется эта болезнь. И собственно, загадка эта не решена и до сих пор существует множество теорий, множество гипотез. Некоторые из них подтверждаются частично, некоторые опровергаются, и до сих пор нет нормального лечения этого заболевания, несмотря на то, что множество фармкомпаний уже несколько десятилетий работают над тем, чтобы выработать вот эту формулу, которая бы смогла нас от него избавить. И, как говорится, если вы мышка, то мы вас вылечим от болезни Альгеймера, а если вы человек, ну тут, увы, сделать ничего нельзя. На мышах испытания оказываются успешными, на людях проваливаются. Скорее всего, именно с тем, это связано то, что мы не понимаем как раз вот этот пусковой механизм. Но, возможно, сейчас есть уже некоторые пионерские работы, которые связаны немножко с другим взглядом на болезнь Альгеймера, и, возможно, в следующее десятилетие мы, наконец-то, поймем механизм и сможем от этого заболевания избавляться. Не зря мы здесь привели серию, скажем так, полотен, серию произведений искусства. Как, может быть, вы знаете, кто этот человек? Чьи автопортреты здесь приведены? достаточно малоизвестный, да. Это британский художник Уильям Утермолин. Собственно, в начале 90-х годов прошлого столетия ему поставили этот диагноз. Очень неутешителен он был для него и, собственно, означал полный крах как карьеры, так и жизни. Но, когда его госпитализировали в клинику для того, чтобы провести глубокую диагностику и как-то его полечить симптоматически, он там познакомился с медицинской сестрой, которая была его ярой фанаткой, и она его уговорила рисовать, не бросать это дело и продолжать рисовать. Таким образом, мы вот с вами получили картину того, как личность с течением времени подвергается распаду. Вот, посмотрите, 96-й год, еще все черты лица хорошо различимы, но что-то происходит с цветом, да, уже заметные признаки болезни. Дальше заболевание прогрессирует и в 2000-м году это вот последнее нормальное, более-менее нормальное изображение, где можно угадать овал лица, ноздри, вот тут рот, и после 2001-го года, к сожалению, термолин окончательно утратил признаки личности, и жена его также отмечает, что тогда он окончательно погиб, хотя умер он на самом деле в 2007-м году. Вот этот пример показывает, что есть способы, которые позволяют удлинять и улучшать качество жизни, и примеры термолина, он как раз лег в основу так называемой терапии искусством, благодаря чему сейчас во многих клиниках, особенно западных, существуют разные кружки рисования, особенно в клиниках, которые занимаются нейродегенеративными патологиями, там есть кружки по рисованию, кружки по танцам, кружки по развитию какой-то мелкой моторики, и сейчас действительно доказано, что профилактировать болезнь Альцгеймера могут новые моторные навыки, и усиленная и усиленный интеллектуальный труд, то есть чтобы отложить свой риск, чтобы снизить риск заболевания, можно читать книги, ездить на машине, работать на компьютере, заниматься новыми моторными навыками приобретения, то есть заниматься сальсой, бочатой, какими угодно другими танцами, там танго, ездить на лошади, учиться кататься на коньках, на сноуборде, на лыжах, и это все с большой вероятностью поможет вам снизить риск, ну, в общем-то, и прожить долгую когнитивно сохранную жизнь. крючком не, я не шучу, было исследование про вязание крючком. У нас, собственно говоря, пожалуй, все, если вдруг что-то интересно будет дальше, вот мы примерно этим занимаемся, то есть это портал нейроновости, который мы ведем, и блок истории медицины, и, соответственно, ВКонтакт, Фейсбук. Продолжение следует...